Здравствуйте! У меня обед. Это значит время для прогулки. Потому что гулять надо много. Много не получается, но хотя бы часа полтора я могу в день воткнуть. Хотя я тут, кстати, смеялась. Все рекомендации о том, сколько надо гулять, сводятся к... Но если вы можете, хотя бы полчасика-час. Если я выхожу на полчасика, я даже не замечаю, что я вообще ходила. Поэтому мне надо тут полчасика, а там полчасика, а лучше два часа за раз. Ну, посмотрим. Сейчас я прогуляюсь, у меня сейчас 40 минут. Вот, если мне не хватит, я еще вечером на дорожке дохожу. Ну, а я пока пройдусь, заглядывая в магазины. Я на самом деле знаю, что конкретно мне надо, но... Может, еще что-то интересное найду. На самом деле город сегодня живет в ожидании большой снежной бури. Все прогнозы погоды пестрят красным. На всех сайтах написано предупреждение. Ожидается 15-30 сантиметров снега. Плюс штормовые ветра где-то вокруг нас, везде. Ну и следом за ним падение температуры до минус 20 фактической и до минус 35 по ощущениям с ветром. Поэтому то тут, то там выскакивают на фейсбуке сообщения на тему «Запаситесь водой, едой, которую не нужно готовить, убедитесь, что у вас есть свечи и дополнительное одеяло». Потому что даже если у нас в городе ничего такого серьезного не будет, как это обычно не бывает, то в окрестностях вполне может оборвать электричество. В воду я сомневаюсь, конечно, но электричество у нас не раз пропадало. Надо даже на полдня. И самое печальное не еда, потому что еду-то мы можем приготовить. Итак, сейчас переход нажать. У нас достаточно газовых плиток. Чтобы с этим справиться. А вот отопление у многих людей на электричестве. У нас там газу, поэтому нам опять же все ровно. Разве что... Я вот не помню, у нас там электроподжиг или нет. Надо померить. Ладно. Первый магазин. Я была уверена, что видела эти подвески именно в этом магазине. Но то ли они все распродали, то я, как обычно, опоздала. Хотя это была только на прошлой неделе. То ли это не тот магазин. Я сейчас попробую еще парочку. Там была такая классная штука. Я хотела повесить на люстру. Ух, у вас, столовая. Печально. Чего? У меня еще две попытки. Может, я просто неправильно запомнила, где это. Вау, зацените, сколько здесь марок. А, я решила домой пешком пройтись. Думаю, пока нас снегом не завалило. Кстати, такое разочарование. Сегодня уже должен был полдня снег идти. Так, как всегда он, впрочем. Кэн такой сидит, говорит, хрен вам, и не снег. Оно все так тупо обходит нас с двух сторон. Мы как раз сейчас говорили сэнди, да, на этом. Да. Что это, какой-то 150-ри. И тут какие-то воздушные массы хитрые, которые даже самолеты чувствуют. Что ты подлетаешь к мордену, и тебя так фууууууу. И свободен. Ну вот смотришь на эти тучи по радару. Вроде все красивенько идет, потом раз, так раз, ползлось. Вокруг мордена. Тупо вокруг, понимаете, кармен засыпает. Винклер засыпает. Винклер вижу и ладно. Винклер иногда какпывается, цепь вывавает нет. Ну, вот так вот тысяч... Маниту засыпает, у нас не пена. Да. Поэтому пока не холодно и, в принципе, не снежно, я решила пройтись домой пешком. А Владимир тем временем сходил в магазин и принёс нам огурчиков. Вы тут что, на камеру хрукаете? Ну, да. Если вы переживаете, что здесь нет огурцов, и вам придётся уходить в русский магазин, ну, не переживайте. Вот те, которые с чесноком, они 100% такие же, как привычные нам. Так что, да. Владимир, я же вам штучку принесла. Каплер. А что это, вы улеглись и всё. И даже не разделись. После работы, точнее, грех. Владимир вчера в очередной раз не удалась. Эпопея с коленом. Не хватило ещё одного кусочка. Поэтому сегодня Владимир всё-таки это сделает. А я сейчас открою посылку, которую на почте сегодня забрала. Она не успела и сегодня сходить на почту. У меня пришло ещё одно удомление. Завтра опять пойду. Ну, хотя бы пройдусь, что называется. Вот. А что я на самом деле заказывала? Это такие вот наборы для валяния. Грушки всякие. Которые я... Я никогда этим не занималась, но что-то мне было очень интересно попробовать. И... Вышивка навыочки. Нашим любимым красным цвете. Безинно красивой макия. Мне так нравится. Ну, это легче. Вышивать их конец. Всё в наборе есть. Только шло оно мне из Украины два месяца. Я уже думала, не дойдёт. Потому что канадская почта не отслеживала эту посылку. То есть по украинской почте было написано покинула страну, а по канадской в страну не въехала. Поэтому не знаю. Владимир, знаете, что вам тут ещё пришло? Да? Ага. А я уже ничего не жду. Вам не понравится. Что? Письмо вам пришло. Что? С Америки? Нет. Не настолько всё плохо. Напоминание о том, что вам нужно заплатить ещё 440 долларов за страховку до конца года. За машину. А когда я перед этим платю? Ой. Ну, очевидно, 3 месяца тому назад. Надо проверить, потому что у меня ещё такая, что это был сентябрь. Ну вот. А, ну да. Правильно мне кажется. 440 долларов в квартал. Ну, некоторые за месяц платят, что попали. Чего мы жалуемся? Всё супер. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Пока ничего не понятно, но судя по комментариям, вариантов того, что могло забиться, достаточно. Не сломайте только окончательно. Мы и так не знаем, что не так. Там еще какие-то ситечки были. Что-то там еще было. Ну, в общем, ковыряемся. По-видеому ничего такого нет. Не знаю, на что надо смотреть. На ничего, в глаза не бросается, да? Ну, вот какая-то ситочка. Ну, в общем, ковыряемся. Запускаем еще раз в тестовом режиме. Посмотрим, как это зайдет. Знаете ли вы, как воняют пустые трубы? Да. Сухие. Это же просто невыносимо. Не самый вкусный запах. Угу. Клей там вроде просох. Мы теперь проверяем. Капает. Капает? Можно вешать дверцы? Можно. Наверное. Завтра? Ну да. Зато я докрасила окно. Видите, даже поснимала окно, плентуса. Вот эти все вокруг двери. Осталось покрасить саму дверь. Но это будет уже веселее. Сейчас посмотрим, что будет. Какая-то хитрая система перелива. Оно просто соединено с той же трубой. Угу. Зачем было как-то по-другому. Ну, прикольно так влезло. Угу. Правда этот кран мыть, не намыться. Да, нужно медитировать. Да, это мы конечно. Его и внутри надо будет мыть все время. Угу. Ну. Ладно. Ну честно. До того же есть круто. Надеюсь, дальше будет так же выглядеть. Угу. Идем, да? Ну так все скоро. Угу. Оп, полилось. Бодро полилось. Закрыть кран? Нет. У нас должно нормально литься. Ну, вроде как нормально. Супер? Прекрасно. Принести зубную щетку сюда надо, да? Нам сегодня написали, что раковина выглядит низкой. Она очень низкая. Ну да, она, наверное, низкая. Это та, которая была, поэтому... Это стандартная высота. Я вот и не помню, чтобы были выше раковины. Угу. Зато мы спину тренируем. Ну, вроде нормально. Да. Те, которые выше, можно сделать, только на стену прикручивать. Потому что все именно венедиты, тумбочки, они вот такой высоты, да. Чтоб детям удобно было, знаете, взрослые нагнутся, а детям же было удобно. Ладно. И это закончили. Эх, на этом мы влог, наверное, свернем. Он получился короткий и без событий. Сколько ж можно в день событий? Не, на самом деле, Соленат, был такой день ни о чем. Но... Ну, у нас рабочий день, он должен быть ни о чем, а работе. Да. Ну, Татьяна Ивановна уже львется в кроватку. Угу. Покажите, на каком вы мячике сидите. Да. Я перешла на стадию, когда пора сидеть на мячике. Стулья уже неудобные. Да. Все. Ну, ладно. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Пока-пока.